Наше утро начинается с макарошек. Сегодня макароны, кофе, яйца перепелиные и Гриша с пультом. Скажи свою поделку. Что-то пришло в голову, не знаю, что это. Какая-то тюрьма Гриша. Я уже готовлю обед, немного повязала. Сейчас пришла, приготовлю обед. Мама купила сердечки куриные. Вот эти сердечки. Они были заморожены, немного в воде полежали, в холодной, но отмораживались уже до конца на сковородке. И теперь жду, когда выпарится вся водичка. Буду добавлять морковку. Лука, к сожалению, нет, закончился. Поэтому будет морковка, перец, чеснок и какую-нибудь подливку со сметанкой замешаю. И кашу сейчас в мультиварке. На гарнир будет гречка. Я ее промыла. Воды всегда добавляю меньше, чем... То есть обычно один к двум, да? Например, два мультистакана воды. Ой, каши, четыре мультистакана воды. А тут я в гречку всегда немножечко поменьше воды, чтобы она была рассыпчатая, а не расквашенная. Я уже добавила овощи. Гриша немножечко поубирал у наших муравьишек на арене. Да, Григорий? Да, внутри это ее разбирать там надо. Да, можно откручивать вот эти вот еще болтики. Муравьишек, правда, нужно куда-то тогда пересаживать. Ну да, и вот эту проверку, помнишь, которая у нас осталась? Ну да, вот сейчас они вышли на арену в поисках еды. У них тут, конечно, запасов куча. Они уже вот... Матка здесь, да, во влажной среде была со своими... А она сейчас во влажной. Да. А вообще яйца сюда нельзя таскать, это я читал. Что яйца могут пропасть. Ну они там сейчас яйца. В смысле? Ну вот, здесь яйца. Ну видишь, они носят. Угу. А их нельзя ложить. Да? А не, ну ты же знаешь. Я не знаю, ты читал. Так, дальше, что у них здесь еще? Корм они сюда складывают сами. То есть мы туда вообще не доберемся, да? Ну да, если только все подкручивать здесь. Да, вот эти все болтики откручиваются, и можно мыть все внутри. Ну потом... Так, а тут у нас ничего. Да, тут они тоже немножечко, да? Да. Мы-то им-то проход открыли. Вопрос, зачем? Ну, видишь, они там все равно сейчас с яйцами туда побежали. Мы им тут экшен устроили. У них теперь паника. Все, будем их закрывать. Пусть теперь живут наши муравьишечки. Я знаю, есть прям большие такие муравейники. Ну, они расплодятся. По метру по два, вот такие вот. Да? Большие. Ну, они расплодятся, я думаю, что тоже будет тут их много. Так, что тут сердечки тушатся. Салатик приготовила. Капуста, зеленый горышек, и петрушка со сметаной. Вот так вот варится моя каша. В общем-то, крышечка вот здесь вот открутился болтик, и она не держит мультиварку, и поэтому каша варится. Вот так вот я поставила сюда несколько сковородок, чтобы она не открывалась. Кофейку сделать, мамуль? Так, мама с папой у нас сегодня обедают. Я просто вовседу соус. А ты не будешь, да, сердечки? Или ты себе положила? Внизу. А, внизу? Угу. Все, сейчас буду гладить, Гришки, вещи. А тут у нас ветер. Ветер, и начинает постоянно капать дождь. Вот он покапал, перестал опять капает. В общем, портит все настроение. А что там делает человек? Там вот человек, я не пойму, что он там делает. Короче, непонятно. А я тут любуюсь тюльпанчиками, да? Порядка, конечно, в полисаднике вообще нету. Но помощь родителям для меня важнее. Вот. У нас дождь пошел. И поэтому я сейчас за Гришкой еду, потому что у него, во-первых, и телефона нет. Греюсь теперь в машине. Сейчас машина немножко прогреется. У Гришки, в общем-то, и телефона нет, потому что его забрался с Жуни. У Сужи не сломался телефон, зарядка не заряжает его. Отдал его в ремонт. Сказали, что в течение недели его должны починить. Ну, надеюсь, что все будет нормально, что его починят, потому что на его работе без телефона вообще никак нельзя. Вот. Так что он уже ждет. А Гришка, бедненький, должен страдать. Мог бы взять старый кнопочный, но там ему и приходят сообщения и ватсап, поэтому все там в телефоне. И сейчас пойду за Григорием. Сейчас 12 градусов показывает. Представляете, как холодно. Вот реально после 24-х, после 30-ти даже холодно. Едем, едем в далекие края. Это не мой муж. Всегда смотрю на Нивы, когда я вижу, смотрю сразу на номер. Мой ли это муж или нет. Вон этот сын. А я думала, ты забыла. Все, Вебра, тебя забывала. То есть сюда ехать надо. А что там папе еще телефон не дали? Сказал же, в течение недели, еще ничего не говорил. Где уйдут мои помощники, Григорий сам ходил забирать детей. Ой, такие смешные. Афоне шапка на глазах. Гришка всех за ручку ведет. Молодец. Ку-ку. Вот и все, мама. Все, ты справился? Да. Ты шапку с глаз-то убери, Афон. Гриш, портфель туда-назад положи. Сегодня занято, что-то должны купить. Точно, сейчас заедем, хорошо? А мне можно? Всем. Ура! Посадимся, присёгиваемся, хорошо? Кроме чипса, вы, Пепси. Ярика... А, тогда можно Фанта, тогда можно. Нет. Ярика увидел, что мы завтра с ним не покажем. Да? А я хочу... Все, новое молоко. Скажи, а, уже другой даже фирмы. Или нет, другой, или та тоже была калория. Короче, теперь будет калория. Нет, просто другая, такая же была фирма. Да, классная работа. Пятница, надо теперь идти по магазинам, да? Пятница, двенадцатая. Я подержу, а ты сядешь, да? Давай. Покажите, что вы купили. Я сегодня школу тут накупил. Да. А твое, покажи, пузыри идут, да? Тут какая-то трубочка. Ну, ты подожди, сам ничего не открывай, Анто, чтобы ничего не сломать, ладно? Все, Афон, садись в кресло, поехали. Ура! Мам. Ура! Дуйте. Классно, да? Мама. Мама. Ух. Так иди сюда. Гриш, ты в школьных этих? Ты что? Гриша. Гриш, там сыра не надо. Гриш, ты в школьной одежде. Папа, она работает. Работает? Гриш, ты в школьной зоне. Папа, папа. Так, ну что, все, дети мои играют, заняты. Это самое главное, что нашли чем занять детей. Не знаю, я обожаю эти штуки с пузырями. Не знаю, вроде бы воздух, пузыри, те же шарики, но радости от них. И настроение поднимается очень. То есть люди продают воздух, получается. Вот, а я сейчас займусь пряниками, потому что вечером мы все-таки поедем в Ейск, ну или в Камышеватку, я уж не знаю, где там летят мои пожарники. И заказали коробочку пряников, и как раз я пробую новый принтер. Антоха, сразу проверять наших муравьишек. Мама, почему? Мама, они мне как-то на себе. Что они там делают? Мам, когда мы будем уже заливать? Да мы, нет, я же вчера же ему увлажняла, сказал Гриша раз в три дня. Значит, сегодня не надо. Что значит, у человека не было? Я смотрю, куда я еду, какой красивучий закат. Вообще. Просто супер. Так, ну что, у нас уже полодиннадцатого. Я сделала пряники. Вот эту картинку напечатала на принтере. Тут еще... А вот это мясо не пропадет? Да, наверное, зайчик. Поближе покажу. Этот пряник я себе печатала. В общем, пробный вариант. Ой, там муж ходит в трусах. Сейчас покажу, сравню. Вот пряники, которые распечатаны. Да, а вот этот самый первый пряник, хорошо, что я его сделала самым первым, но в плане того, что не на продажу, потому что слишком близко было к печатающей головке пряник, да? Там регулируется высота стола, и получилось, что вот он прям поцарапалось все головкой. А вот где не царапало, вот все красиво получилось. Что сделали, Дешки Леша, такой мясной букет? Да, пиво, да, пиво, да, пиво. Теперь будем ехать и нюхать его. Пиво там. Фонька, ты уже собираешься? Да. А когда мы сейчас поедем, сынок? Да, новый дом. Новый дом? Да, там будет вода. Вода. Кто, вода? Да. А мы вода, а мы там пиви. Да. Так, мы собираемся. Вот она. Давай шапку и не забудь с собой галоши взять, Гриша, а то мы-то там... Я иду на первое место мое. Нет. До свидания. Так, Антош, ты тоже свои галоши берешь. Если дороги не знаешь, по коридору налево. А что ты направо показываешь? Налево. Так, сколько там у нас? 23.11. Мы завезли пряники родителям. И едем в Ейск. Выезжаем. Я тут уже держу букет. Его, правда, не видно, но мы едем. Стоит? Приехали мы. Сколько? Сейчас 2.11. Мы в 23 выехали. То есть мы 3 часа ехали до Камышеватки. А-а-а-а. Нам еще пока никто не вышел. Ну и ты не выйдет, а наши 2 часа. Ночью. Сейчас Кнопа, Кнопа нас встречает. Вот это вот есть. Не, минералку не надо обычно. Обычно завощён. Видали, как Кнопа нас встречает. Хе-хе-хе-хе. Кнопа? Кнопа? Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. А-а-а, Кнопка, ну че ты че пищал, короче... Надо же погребить, чему? Хе-хе. 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 Хе-хе.